Собственно, книжка называется Body Machines, то есть тела машины, ну или я ее прочитал как Человек-машина или Люди-машины. Александр Барт и Собервист Ян, оба шестьдесят первого года рождения, это третья книжка трилогии Футурика, если я не ошибаюсь, это 2011 год, только что переведена на английский, на русском еще нету. Соответственно, о чем, как бы резюме, да, книжки? Резюме такое, что мы были свидетелями, ну то, что мы изучаем, автор стоит на дарвинистских позициях, на материалистских позициях. Говорит о том, что до какого-то момента эволюция развивалась как эволюция ген, да, то есть по Дарвину. Ген и тех переносчиков, то есть живых организмов, которые позволяли этим генам в наилучшей степени реплицироваться и без потерь переживать и переходить себя следующим поколением. То есть тут не надо в этом искать смысла, в этом нужно искать то, что однажды такая система возникнув, если она способна себя передать и перенести, она продолжает существовать долго, пока не столкнуется с каким-то непреодолимым препятствием. И далее он говорит, что человеческие существа, развив возможность сложной коммуникации посредством языка, стали переносчиками мемов. Их можно назвать паттернами поведения, их можно назвать идеями, то есть все это относится к мемам. Это некие шаблоны, идеи какие-то, в том числе и мелодии, слова, которые человек держит в своем мозгу и передает своим детям, передает другим людям. Какие-то мемы оказываются очень настойчивыми, так что человек готов ради них умереть, но их передать. Например, вот как идея исламского фундаментализма, то есть один из сильнейших мемов. Или вот идея, допустим, Родины, Сталина, то же самое. Ну это культурное наследование. Ну да, но он... Есть биологические, есть культурные. Да, значит проблема распад... Дальше, как бы да, культура. Но эта культура, она распадается на мемы, как организм человека, в принципе, распадается на клетки и гены. То есть эти мемы, восстанавливая себя в наследниках, опять создают культуру. Чуть-чуть там как-то трансформируются, меняется среда технологическая, культурная, какая-то оказывается комплексы более жгучими, какие-то вымирают. То есть огромное количество цивилизаций, которые вымерли, то есть можно прямо свести, что кены-то у них были, если мы не расисты, точно такие же очень близкие к тем, кто их уничтожил. А вот мемы их оказывались слабыми. То есть вымерли как динозавры культурные? Да, как культурные динозавры, да. Вот, и точно так же умершие идеи, как, допустим, идея Бога, там, не знаю, идея, там, язычество, да, которое, в общем, сейчас достаточно тяжело найти, такое вот настоящее язычество. То есть они вымерли. Вот такая вот идея. Дальше, почему человек-машина? Вот я потом перейду к цитатам, да, он немножко постепенно рассматривает, но в целом можно так сказать. Вот попробуйте, говорит о чем? О том, что человек, в принципе, сам себя не контролирует. Он действует по некому заведенному сценарию. Предопределенному, детерминированному, как в дарвинизме положено, но недопустимому предсказанию. Так как есть тенденция, но на результат сказываются как какие-то мелкие случайности, так и квантовые эффекты. Результат, особенно длительный, предсказать нельзя. Но есть четкие тенденции, допустим, можно сказать, чего не произойдет, да, или там произойдет с большей вероятностью. И, во-первых, человек как химическая машина, что, в общем-то, никто не будет тут присутствующий, наверное, отрицать, так и машина, работающая вот на этих мемах. То есть, он подходит с той стороны, что, в принципе, у человека нету контролирующего начала. Еще раз, мы там, вот эти цитаты есть, но можно было бы зайти, вот я бы зашел с такой стороны. То есть, попробуйте себе поставить мыксленный эксперимент, что я хочу, раз, и одновременно думать, а кто это хочет. И у вас начнется некая чехарда желаний и вот этих вот хотящих. И когда вы, допустим, найдете конечную точку, попробуйте себя спросить, а почему я хочу узнать, чего я хочу. И вы опять впадете в этот хоровод. И, собственно, он достаточно правильно, на мой взгляд, разрешает противоречия, что если до какого-то момента, да, то есть, он там приводит тот, кто до него думал так же, поэтому я не могу сказать, что он все это придумал, он нигде этого не говорит, да, он достаточно хорошо, пожалуй, просто систематизировал. Что если до какого-то момента пытались найти некую индивидуальность, целостность, то он говорит о том, что внутри человека происходит борьба достаточно крупных вот этих кластеров мемов, в том числе и маленьких кластеров, так как таких, как маленьких мемов, как какая-то навязчивая мелодия, которая может человека полностью отвлечь от процесса самоосознания, да, и не дать ему сконцентрироваться на работе, на чем-то важном, и будет просто настойчиво его преследовать и днем, и ночью. И тяжело, даже прилагая усилия, допустим, от навязчивой мелодии, не думая об обезьянах. И если вот так подходить, то, в принципе, с ним приходится согласиться. Он говорит о том, что человек является полем борьбы этих мемов, которые точно так же, как представители одного стата пытаются занять главенствующую позицию, или не занять. То есть так же эти мемы всплывают и уходят в небытие. И тот мем, который на данный момент на поверхности, он в некотором смысле декларирует, что он – это я. Ну, примерно так же, как вот очень хорошая вот эта вот сейчас у нас в компьютере, компьютерная метафора, да, компьютер говорит, у меня кончилась память. Что у него говорит? У него говорит программа о диагностике памяти. Сам компьютер особо как бы не осознает ничего, в нашем понимании, да, прежде всего, потому что мы четко понимаем, насколько он более примитивен, чем мы. Но, вернув эту аналогию к себе, мы поймем, что и мы точно так же говорим. У меня болит зуб. У кого, да, что у меня? Зуб, в принципе, такая вот клеточная структура, которая, да, она принадлежит, как бы, да, но вообще нами ни в коей мере не является. То есть много субъектность человека, нет? Да, да, и он говорит, что, он там вот говорит очень тоже хорошо, что если, ну, как бы, человек, в принципе, даже свои внутренние аналогии он берет из техносферы, и это уже ближе к концу. Он говорит, что если Фрейд, допустим, когда строил психоанализ, он брал аналогию айсберга, у айсберга на поверхности, видимая часть, и подсознательная внизу, которую мы не видим. Это очень, вот эта идея пирамиды очень хорошо была, ассоциировалась с существующего времена Фрейда социальной структурой в Австрии. То есть это верхушка император, верхушка капиталистическая, и вот это вот бессознательное, как у Маркса, бессознательное экономическое поле. То сейчас техносреда создает аналогию сети, когда есть одноправные субъекты, между собой говорящие, есть некий результат работы сети, но зачастую трудно указать какой-то командный центр, то есть это самоорганизующийся. То есть не один центр, а новый центр. Да. Он говорит о том, что так было всегда, но, и может быть, еще какая-то структура строится, но так как человек не способен думать за пределы некой парадигмы, в принципе, то пока была парадигма вот бытия социального, такая, которую он мог взять как аналогию, он выстраивал иерархическую структуру. Когда иерархическая структура по причинам дальнейшего развития ушла в тень, и он увидел, что вообще-то может быть структура сетевая, он ее стал брать как аналогию. Не горизонтальная, то есть не вертикальная структура, а горизонтальная. Объемная, да, горизонтальная, ну такая вот, да. И это как раз открывает вопрос, что может быть следующий этап развития еще что-то откроется. Там он также поднимает вопросы о границе, и говорится, в принципе, мемы-то они, в общем-то, человек их не хранит в себе, да, то есть там границы достаточно размытые, мемы к нам постоянно приходят, уходят, и в этом ключе достаточно тяжело вообще говорить о том, а что есть человек, то есть он на самом деле некий узел в этой системе, как в интернете, да, компьютер, через который передается, то есть да, в нем в этот момент вот эта информация находится, но в целом она пришла-ушла, а он является постоянно живым процессом. И почему тело-машина, потому что мемы, да, но мемы представлены на самом деле, конечно, химией, то есть уровнями зарядов нейронов, там какой-то вот данным баттерном разряда, который вот происходит в комплексе, и не надо искать души, не надо искать некий я, то есть человек, вот есть вот эта вот сетевая, внутренняя сетевая структура в динамике, которая в один момент говорит, что я хочу это, в другой хочу то. То есть личности нет. Да, да, да. Или, как он там говорит, ну, мультимизируется. Поэтому и есть тела. Да, да. То есть это единственный способ как-то это обозначить. Я не говорил, почему именно машина? Потому что сообщество мемы, да, живое сообщество мемы, организм, состоящий из мемов, организм, состоящий из ментальных вирусов и из самых натуральных вирусов, по-чем я уже рассказывал, есть такое представление. Ну, да, что вы вирусы вносили. Причем Нобелевскими лауреатами, как бы, что весь наш геном, это есть только... Ну, они уже сидели, уже мутировавшие, то есть там от вирусов уже мало что осталось, но они сканавливаются. Разные, и самые функциональные... Да, 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 я согласен, поэтому мы можем просто дальше сейчас. Значит, что... Почему машина? Да, машина почему? Потому что это все функционирует не по плану, да, как мы подозреваем машину, как не машина, когда вот как бы мы думаем, что у нас есть некий план бытия. А он говорит, что это функционирует механически. И некий план мы пытаемся, ну, условно, оправдать свою невозможность его создать. То есть даже вот то, что я вам сейчас говорю, ну, это некая вот интенция не и под контролем. Да, я, в принципе, в других обстоятельствах мог бы сказать спасибо, до свидания, и уйти, если бы другие какие-то всплыли вот в моем сознании. Нет, здесь можно... И я даже не могу объяснить, почему я сказал бы всего лишь, я так хочу. Хотя, что я хочу, ничего неизвестно. Нет, здесь Делезер же может вспомнить. Почему машина? Ну, потому что наше тело работает точно так же, как фабрика, да, как производство. То есть есть некого рода инвестиции, да, и есть некоторого рода продукты. И мы, собственно, функционируем точно так же, как функционирует социальное целое, да, как какое-то производство. То есть если рассмотреть организм в нашу целостность, то именно это так. То есть у нас что-то закладывается, мы как-то что-то внутри это производим, и на выходе какие-то результаты. Да, очень хорошая аналогия современного компьютера. То есть если запустить, у него параллельно же работает огромное количество программ, которые мы зачастую даже не обозначаем. Мы их не запускали, но они там, одна программа запустила другую, та запустила проверку на вирус, та запустила там модуль сканирования памяти, а он нам потом по результату говорит, у программы Word не хватает памяти. Или я обнаружил, значит, программа такая, обнаружил такой-то вирус. Хотя на самом деле это набор неких коллективов, даже коллективы их набор, которые выполняют какую-то работу предначертанную. Но мы заранее не можем сказать, какую он выполнит, потому что, или, допустим, даже не можем сказать, в какой момент времени будет результат, потому что там сбои идут, там флуктуации какие-то. Машина, машина. То есть тело не просто сама машина, а внутри этой машины много механизмов. Там не машина, а отдельно. Да, комплекс, это единая машина. Мой вопрос заключался в том, почему нет машины. По понятию машина, у нас есть в оппозиции понятие организм. Значит, выходит, что организм это совершенно лишнее понятие. Сводимое от понятия машины. Он говорил, что лишнее понятие личность. То есть он противопоставлял машину, которая выполняет что-то предначертанное. Да нет, возьмем булкашку. Или мышку какую-нибудь. О которой прониматично говорит про личность. Вот мышка, это машина? Да. Или организм? Ну, а, вот это там синонимы в целом. Организм у машины это синоним в данной ситуации. Не машина же понимается в смысле метафора производства. Ну, там у него это метафора некой механистичности. То есть он, если вот таким языком говорить, то то, что делают люди, это настолько механистично, что говорить о каком-то творческом начале, будучи трезвым перед собой, откровенным, нельзя. А, то есть, я понимаю, тут не понятие организма, а понятие личности. Да. Понятие единого субъекта. Субъекта. Да, 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 да. Субъект, он говорит, он там открыто говорит, что субъект это иллюзия, что это всего лишь способ. Но это тоже машина-то на самом деле. Да, это машина, это удобная манифестация. То есть я говорю «я», потому что это удобно вот при... Он же высказывается изначительно более областной мысли, чем сказать, что субъект это машина. Он высказывает, что субъекта нет. Да, 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 он именно это и говорит. Не один раз, вот сто раз там это говорит. Нет, нет, смотрите. Это нисколько даже неделю. Нет, 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 говорится не просто, что субъекта нет. Нет, это была бы глупость, потому что мы же его воспроизводим каким-то образом. Говорится о том, что нет единого, того самого классического субъекта, который... Как мы это вкладываем? Александр Барт, насколько я Сергея Прискасова понимаю, именно говорит, что субъекта нет. Он говорит нет, но подразумевает при этом. Нет, Александр Барт базируется на Делезе. Да, и у Делеза субъект есть. У Делеза он-то и есть, безусловно. А у Александра Барта нет. Он, вот если ты хочешь знать, он четко несколько раз говорил, что субъекта нет. Это люди. Ну, а вот именно так, что нет. А не то, что субъект щепится, скажем, как нет. Он говорит, что щепится как бы то, что мы называем субъектом. Совершенно не Делеза, не Лакан. То есть Делез бы сказал, что у нас есть некая машина. Лакан бы сказал, что субъективность есть некая, по-моему, не возле навязчивости. Это чего, чего, это не воз, чего навязчивость. Здесь совсем не так. Да нет. Просто говорится, что его нет. Нет, акценты неправильно расставлены. Когда говорится, что субъекта нет, то имеется в виду, что единого, того самого классического субъекта. Он как бы говорит, что есть слово «субъект». Такого субъекта нет. Субъект? Я тебе еще раз говорю. Когда говорят, что субъекта нет? Нет единого субъекта. Он говорит, что слово «субъект» существует на некий ерлык, который мы... У вас вообще нет. Нет ни лакановской навязчивости, ни гилёсовской машины желаний. То есть ты считаешь, что он просто глупец? Не глупец, он просто работает в своей парадигме. Но нельзя же отрицать того, что есть. Он говорит, что... Возвращайся к матрице. Он говорит, что это удобное средство. Много субъекта. Субъективность – это иллюзия. Вот он говорит. То есть эпоха глуманизма... Да, он говорит, что глуманизм – это вообще ерунда. Чем мы его быстрее выкинем, тем мы начнем жить. То есть идеологическая погладка понятна. Да. Хорошо. Вот. Тогда давайте я могу какие-то цитаты, которые я посчитал ценными. Сейчас вот я что-то перевел, что-то я по ходу буду, но это быстро будет. Так что, а мы можем потом... Значит, первая у него глава называется «Возникновение и падение души». Изначальное разделение было «Душа тел». Ну, в парадигме философской. А говорит, правда в том, что даже если думает, думатель и думает, что он существует в момент думания, это вовсе не значит, что некое «Я» существует. Ну, как вот, да, я думаю, значит, что он говорит – это ерунда. Это всего лишь значит, что нечто в данный момент считает необходимым думать, что оно существует. Нет никакой гарантии того, что думает это в первое... То, что думает в первый момент, является тем же самым, что думает в другой момент. То есть нет... А о воле к жизни ничего не говорит? А нет, ну, это там есть отдельное главание. Он говорит, что нету... Понятия свободы воли – нету. А воля к жизни – это некий... Ну, как сказать воля к жизни? Это сформировавшийся комплекс, естественно, его понимать, для выживания мемов и генов. То есть как таковой нет. То есть мы это воспринимаем, как страстное желание выжить, да, в какой-то ситуации. Но тут, кстати, эстерлинизм, четко надо понимать, что это, как бы, иллюзия в каком плане, что, если бы этого не было, мы бы просто не выжили. То есть надо смотреть... Ну, они просто бы не перешли в следующую статью, если бы не было такого. А воля к жизни – это как бы... Так... Это похоже на вульгарное «Нитшанство», на самом деле. Он говорит, что есть вульгарное «Нитшанство», которое было у Гитлера, а у него не вульгарное. Ну, на самом деле, тоже так было. Вульгарное, просто другое. Ну, вы можете, как бы, свободно. Я тут в данном случае просто готов с чем-то согласиться, с чем-то нет. Значит так... Вот так. Вот цитаты, которые я отметил, посчитал в вашем, чтобы мысли понимать. Однако, просто редуцировать мысли о Боге в химическом процессе тоже нельзя. Потому что он говорит, что Бог – это вообще в любой мысли. Да, у него это комплекс мемов-гемонов, да, такая вот общая система, которая динамично развивается. Ну, значит, вот важно, да, мой взгляд. Он говорит, как раз к вопросу о матрице, что смысл чему-то мы приписываем искусственно, потому что из исследований мозга можно заключить, что мозг конструирован, чтобы искать значение, соответственно, существует вечное стремление в поиске смысла и значение, разгадывание загадок. То есть он говорит о том, что мозг возник, понятно, как средство предсказания ситуации, как способ выживания, и второе – как орган сексуального удовлетворения. Дальше он... Как бы вот неоднозначный такой у него пассаж, хотя красивый. Что, почему мозг так разбился, хотя людям в пустыне не был нужен такой объем? Благодаря сексу. То есть, соответственно, люди с большим мозгом имели возможность обмануть вожака, заполучить самку и тем самым передать себе, своему потомству ген с более развитыми вот этими функциями социальными и, ну, обмана, да, предсказания ситуации, то есть дать, допустим, вожаку иллюзию какой-то ситуации. Это все наследуется, что ли, все это? Все это наследуется, умение там обманывать и прочее? Наследуются генетически заложенные способности к этому. Естественно, дети получались, то есть постепенно, именно вот этот орган. То есть он говорит, что человек очень сильно отличается от других животных размером мозга и размером чуть-чуть. А вожаки все вымерли? Нет, вымерли, как бы перестало иметь значение количество мускулов. То есть важно было, что субъект... Надо рассказать только китайцы. На счет размера этих членов. То есть, соответственно, представители с более развитым мозгом, но может быть не столь значимой мускулатурой, могли обмануть, получить самок. А самки, соответственно, точно так же. То есть насладиться, ну, собственно, обществом более разумного самца могла только более разумная самка. И таким образом данный признак стал вот развиваться. Ну, это вот у него там закладывается, это... Не, интересно, что здесь как бы подразумевают, что секс – самое главное в жизни. Да, и все стремятся к этому... Нет, он говорит о том, что люди, как вид, сформировались как существа, ищущие удовольствия. Ну, это у него ключевой момент. И, соответственно, не как там саблизывал бы и тигры, да, то есть больше съел, да, а в поисках удовольствий... Ну, а как же власть? Ну, власть одной из удовольствий, естественно. Вот, это у него уже в следующей главе краткая история мозга. Вот, мозг как сексуальный орган и средство выживания – средство развлечения. Ну, вот он связывает с Кантом. Соответственно, человек живет в мире моделей по Канту. Ну, и он, собственно, это тоже, так сказать, согласен. И говорит, мы просто попросту не имеем доступа к настоящему. То есть строим модели, живем в мире построенных нами моделей. Не, но живем-то не мы, на самом деле. Живут гены и мины. Ну, да, он тут, конечно, противоречит, там он часто говорит «мы я», то есть он там тоже оговаривает, что я вынужден так говорить, потому что другого средства обозначения данной системы нету. Значит, ну вот, говорит, мозг, да, не развивался последние тысячелетия, но развивались мемы. Ну, сейчас я тогда, давайте, вот сейчас я уже буду по ходу просто… Когда устанете, скажите… Интересно, откуда вот эта вот тенденция берет, да? Чтобы нивелировать личность, чтобы ее уничтожить, втоптать и превратить ее в биомассу, которая там… Это, собственно, живет для того, чтобы передать гены и… И передать мемы, да? Ну, он… И все ради удовольствия. Понятно, это откуда наберется такая тенденция. В 18 веке… То есть вирусом организм нужен для того, чтобы получить удовольствие, я так понимаю? Нет. Как бы есть, да, есть некий вот этот комплекс, да, ну, собственно, возбуждение, да, которое воспринимается как удовольствие, он связан там с сексом, с охотой, с едой. Откуда вирусы знали, что, собравшись в организм, они получат удовольствие? Вирусы ничего не знают, то есть возникает… А, так вот этот самый момент, вот самый интересный. Откуда вирусы знали? Целевая причина-то какая? Откуда вирусы знали? Вирусы, снимающиеся особи, снимающиеся художники? Я вот тут хочу сказать, что я сходил на… Благодаря Володе был конгресс по молекулярной биологии у нас, выступали шестнобелевских мауреатов, один из них рассказывал, как вот этот вот толчок к эволюции, он просто показывал, что если мы изначально, ну вот будем рассматривать Дарвина, как и возможность передачи репликации, то более сложные комплексы молекул имеют возможность, благодаря встроенным механизмам, лучше себя реплицировать, чем более простые комплексы. И все. Как удовольствие подключать? Нет, конечно, он просто показывал, точно так же и на следующих стадиях возникают какие-то функции. Что как удовольствие? Удовольствие – это некое стремление к чему-то, как любовь к жизни. Она есть в той же серии, как воля к жизни. О, я жив, я выжил, я победил. Удовольствие – это стремление. Нет, ну правильно, есть некое благо, да? Да, это некое благо. Благо понятое не как Бог на небе, да, благо понятое вот непосредственно практически. Да, система получает… Получим удовольствие – вот это и благо. Да, это хорошо. Это удовольствие. А почему здесь стремление? Стремишься вот к этому благу, которое дает удовольствие. Цель – постоянно подтверждаемая цель, однако, на самом деле, удовольствие же тоже иллюзия, да? То есть, это вбросанный гормон, то есть, возникает в какой-то момент, когда, значит, возникает цель, выбрасывается какой-то гормон, мозг реагирует, о, хорошо. Если вот эта цель связывается с полезным для размножения генов и мемов ситуацией, я кого-то увидел, о, хорошо. 10 детей увидел, о, хорошо. Я спрашиваю, каким образом вирусы, ничего не знающие про удовольствие, собираются в организме, чтобы получать в организме удовольствие? Да, они ничего не получают. Это теория эволюции. Точно так же атомы ничего не получают от этого. Они достаточно тупы, но в сложной системе возникает некая функция, которая позволяет вот этим структурам рефицироваться и повторяться. Если она возникает, она продолжает существовать. Ну, как Дарвин, эволюция тупа, но если что-то возникает и позволяет, как, не знаю, затравка кристаллов, да, то есть, вот, если возникает затравка, дальше все выпадает из пересыщенного раствора. Тут то же самое, то есть, если возникает самовоспроизводящийся процесс, он будет продолжаться столь долго, пока ситуация не восстановит, не остановит его. И более сильный самовоспроизводящийся процесс будет более сильно самовоспроизводиться, как пожар. Почему, да? Он очень хорошо воспроизводится. Разогнал, загорелся, загорелся, загорелся. Почему возникает вихрь? Да не почему. То есть, он позволяет еще больше раздуться пожаров. Ну, это все объясняет эволюцию видов, но не объясняет возникновение самих видов, что называется. Нет, неких функций объясняет. То есть, если какая-то функция в организме способствует более интенсивному, более эффективному воспроизводству, она будет, и она при этом еще способна к закреплению, то эта система будет лучше продолжать, лучше всего все же себя микроорганизмом воспроизводит, и в том числе в смысле вирусов и ДНК. Ну, это не противоречит тому, что могут быть другие системы. И такие системы, и сети, и любая система, которая возникнет, в том числе государство. Да, достаточно глупая система. Но государство существует там тысячелетиями. Они очень хорошо себя воспроизводят. Или вот англососковская система. То есть, мало того, что Англия была, она себя реплицировала в Америку, в Австралию, в Новой Зеландию, и частично реплицировала в Пакистан, в Индию и другие свои колонии. Со своим менталитетом, языком, элементами культуры. Не, ну можно же знать, как рассуждать, что, например, нечто развивается во все возможные, как бы во вширь, используя все возможности. Но когда одни возможности оказываются тупиком, они отмирают. А те, которые имеют бонус, они развиваются дальше. И таким образом цепочка строится эволюцией. А удовольствие, ну, приписываем ему, что это удовольствие, это всего лишь некий, еще раз, такой вот мобилизационный механизм. То есть, остается только то, на самом деле, что оказалось выгодно. Вот, вот, да, сейчас просто, да, какие-то фразы, вот у него по поводу, опять, тупизны, что ли, да, вот, системы работающей. Задача мозга, это не, ну, да, я, по-моему, ее прочитал, не находить правду о существовании, а просто давать правдоподобные прогнозы для функционирования системы. Ну, да, если у тебя лампу еще включил розетку, а там загорелось, значит, прогноз правдоподобный. Так, это я уже прочитал. Да не в этом, просто все... Единственное, тут видится, что вот этот Александр Барт, видимо, хочет оправдать вот свое существование, как бы, да, вот это, я не знаю, сексуальное какое-то такое. Он не даром, там, вами у Хлаваста, там, будет. Да, 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 я тоже, честно, в этом думал. Да, и поэтому все концы сведены сюда, что ничего другого сверху нету, есть, как бы, блокады. Я как раз думаю, что, как раз, вот, новая ситуация, которая была в 18 веке. Вот у них в 18 веке появилась механизм, то есть срезать бачок для унитаза, и они пытались весь мир свести к свиному бачку от унитаза. Потом, значит, появился паровоз в 19 веке, появился вот этот замечательный механизм. Они начали строить модели на основании модели паровоза. А теперь люди узнали, что такое компьютер, научились нажимать на него в окно, и пытаются нам рассказать уже с этой позиции. Ничего, то есть они, ну, в принципе, они каким образом делают? Они говорят, что у паровоза нет свободы, значит, у нас тоже не должно быть свободы. Свобода – это иллюзия. У паровоза нет личности, у нас тоже не будет личности. У компьютера в пленце тоже нет личности, и у нас не будет все это иллюзия. То есть они пытаются настойчиво игнорировать факты, не выложащиеся, не выманентную технологическую модель. Единственное, что очень, на мой взгляд, сильно, попробуйте еще раз подумать, что вы хотите и почему вы хотите. А когда вдруг пойдет осознание, почему я это хочу, подумать, а почему я хотел узнать, что я хочу. Да, и вот помимо всего прочего, я мыслью следовательно не был, это я отметил, вот, то есть он как бы, и он пытается игнорировать некоторые результаты, которые для философской традиции являются бесплатными. Например, Коби Теанлису, вот это она правда. Ну вот сейчас давайте вот кусочек. Вот у него, значит, говорит, совершенно ультимативным образом жизнь — это способность создать копии самих себя. Значит, частицы могут сталкиваться, схватывать друг другу, затем разлетаться навсегда, но это не будет жизнью до тех пор, пока некая случайно стабильная физическая система не создаст свою копию. Значит, копия будет создавать копию. То есть это вирус тоже, значит, жизнь? Ну, как бы с этого начинается, да? Это некая пред-жизнь. Как мы в той же лекции говорили, что пред-жизнь — это не пред-жизнь. И тут пузырьки. Да. Там была дама, которая говорила, что вот смотрите, значит, вот показывал там белок, вот белок, да, и давайте попробуем его, значит, постановим, как он шласякал изначально. Она там делала некие реконструкции, говорит, вот смотрите, ну, например, там такой масштаб, вот такой белок, а вот, говорит, у него вот такой вот ядру. И вот это вот то ядру, которое было там два миллиарда лет назад. И дальше к нему добавляли функциональные куски, когда он стал выполнять более сложные функции. Это тоже-тоже понятная ситуация. У Демокрита были эти атомы с крючочками, и он из них все что-то делал. А у этих ребят поснажнее немножко эти атомы с крючочками. У других крючочков поснажнее, и он на их основаниях тоже делает некоторое. Тоже модно-редукционизм постоянно произносит. Ну, биологизм такой. Да, вот биолог Ричард Товкинс называл эти сущности репликаторами, и все свидетельства утверждают, что самые первые репликаторы были намного менее сложными, чем ДНК-молекулы. Существует. Понятно, это общая тенденция, действительно. Сложные вопросы как бы редуцировать по простым. Да, никогда такая тенденция не остывала. Всегда работает. Сказать подробнее насчет Свернового Бачка. Очень правильная мысль. Я могу конкретно расшифровать. Что касается еще до Долкинса, он написал книжку, по-моему, «Салфи Джеймс» в 78-м или 79-м году. В 79-м я ее уже читал по англии. В 80-м у нас за мужчином на Неве был семинар по этому поводу. И что, Долкинс стажировался или работал, или диссертацию писал, я тут четко не знаю, в Штатах. И он ездил по конференциям генетиков. А в 70-е годы самый популярный темный в молекулярной генетике это была транспозиция. Транспазон. Собственно, по-моему, если меня не изменяет память, первый транспазон открыли в наших 50-х годах. То есть транспазон – это не вирус. Да? Это не вирус. Азаку вирус имеет белковую оборочку. А транспазон – это просто фрагмент ДНК, который, тем не менее, может прыгать по геному. То есть вырезаться и встраиваться в геном. Это называется транспозиция. Поэтому этот участник называется транспазон. В 70-х годах открылись всего месяц в штуку. ТН-3, самый знаменитый в то время, это транспазон, ограничивающий ген устойчивости к антицилину. Ну, пенициллина – там, известный массовый антибиотик, который арсенкалорий, поэтому у бактерий появилась устойчивость к антибиотчику, которая распространялась, в том числе, вот таким путем – транспозиция. Ну, реально, как это в природе происходит? Значит, он прыгает и размножается. Но, если он размножается, то, естественно, как бы устойчивость к дозе увеличивается. Но, на самом деле, там разные механизмы, это не важно. Я грубо рассказывал. Он может встроиться в полотенце прыгать, то есть не в сам геном, а в автономный геном. А потом клетка может умереть, и, в такой случае, ДНК может попасть в другую клетку. И там встроиться. То есть вывыкнуть из этого АГС-ка и встроиться в нормальный функционирующий геном. И уже там функционировать. Поэтому такое массовое распространение антибиотикоустойчивости произошло. Именно потому, что… Аплозмена она как-то перенадилась? Он встраивался не обычным рекомбинационным путем, но известно, что ДНК может рекомбинировать. Могут производить в норме в стройке. Но этот процесс, механизм очень сложный, и его вероятность мало. А этот может буквально там с частотой 10-2, 10-3 реально осуществлять транспозицию. То есть каждая тысячная клетка претерпевает транспозицию. Тихая часа. Вот реально. Глаза не видел. Понимаете? Потому что у него свой рекомбинационный механизм. Своя рекомбинация, так сказать, по краям. Ну и сейчас, может быть, все-таки мы к этому самому… Живи. Я тебе проявлю. Ну, я мог последующее найти. То есть, да. Вот Довкин… Я согласен. Довкинс оттуда взял. Но можем просто попытаться или доказать, или опровергнуть. Такой же. И он говорит, что многие выступают за и против вот этих вот мемов. Ну, вот как бы позиция… Вот сейчас вот две цитаты. Одна она говорит… Он говорит о том, что нету у человека… Ну, как бы есть идеи, да, есть декларации, но нету менеджера. Вот этого, которого привык называть «я» менеджера нету. И вот он говорит, вот длинная достаточно фраза, Мозг постоянно проводит переговоры внутри самого себя по параллельным цепям с обратной связью. Различные модули, каждый имеет свою, ну, задачу. Борются между… Происходит непрерывная дарвиновская битва между этими модулями. С тем, чтобы, значит, кто-то определял коллективное решение. Разнообразные потребности борются между собой за наивысший приоритет. Бесконечные голоса постоянно всплывают и вормочут в голове. Экосистема, она как камера с эхо и может быть сравнена с гигантским парламентом. Или в другой месте он говорит, что мозг можно сравнить с большим оркестром, который пытается играть импровизацию. То есть каждый пытается кого-то услышать, но в целом получается какая-то странная такая вот коллективная мелодия. При этом лидера нет и нет дирижера. А в целом оркестр с другими воспринимается как единый организм. Да, и он может даже себя нанестирует. Ну и оркестр. Хотя в целом это вот некая такая система хаотичная. Сейчас я, может быть, еще какую-то... Значит... Ну да, вот это вот он говорит про оркестр. Значит, различные секции оркестра играют свою мелодию. Но некоторые из них берут инициативу и на какой-то момент могут повести партию. Потом они уходят в тени и другие представители начинают... А при этом говорить о каком-то ям нельзя. Какая-то отчаянная картина мира такая. Ну, вот какая идиница. Я могу сказать, что мне конец понравился. Говорит, вы не думайте, что это плохо. Не надо, как сказать, испытывать холод, пустоты из-за этого. Да это расслабьтесь, так оно и есть. А когда у вас придет последний день, то вы, значит, свяжитесь через интернет с друзьями, возьмите хорошую дозу ЛСД и, значит, умрите в счастье. Вот такая вот у него там концовочка. Похоже на новый эпикуриизм такой. Знаете, там надо придумать такую систему, такую картину миру, чтобы она прописывала все очень просто, и чтобы можно было легко придаваться удовольствиям. Да, я думаю... Без всяких убедений совести. Я думаю, что он... Моральных проблем и прочее. Очень существенно упускает, потому что еще раз я говорю, вот на конгрессе там показывали, как в принципе система выступает как единая, да, как этот оркестр возникает. Но он еще раз прав в том, что практически невозможно понять, ну, источник собственных желаний, да, если вы будете пытаться, почему вот говорите, что почему я так хочу, почему я так думаю, то будете постоянно упираться, ну, в некую бесконечную цепочку, которая, в принципе, не ваша. Почему? Ну, потому что она кем-то сказана, где-то услышана, а кем-то... Да, это... Винамор это постоянно говорил. Говорили же о бесконечной цепочке и причине чего-то, да? Что одному моему действию существует еще другое действие. И на бесконечность. И так далее, и до бесконечности. Это понятно, то есть... Эта идея... Недотерминизма. Эта идея этого водяного клозета, свиного бачка, редукционизма, она постоянно на новом, на новом этапе, в классических времен. Организуется везде в мире. Вот сейчас она... Человеку дали подержаться за компьютер, он узнал чего-то там о гении и о остальных вещах, и при помощи этого занимается. У нас есть такой сейчас очень популярный в интернете биолог Савелев, по-моему, Александр его зовут. Вот он занимался энергетическим снабжением мозга, и у него все получалось, что все должно происходить так, исходя из его несложной науки. С этой точки зрения у него, кстати, должно получиться, что большая собака гораздо умнее маленькой. Что не так? А он говорит, что надо относительно мозг относить на массы тела, и в этом сможет человек лидер. Честно говоря, я не услышал ничего нового. Может быть, я это услышал. То есть, по сравнению с тем, что... Да, он же самый Долкинс. Сейчас. Вот новое там следующее. Он говорит в контексте двух предыдущих книжек, он говорит о том, что данное видение человеком себя, вот как Маркс запустил вирус сама рефлексия общества, вот такое же видение, оно через короткое время будет доминирующим в связи с сетевым развитием, и люди, пытающиеся, ну, как сказать, действовать и утверждать себя как индивидуалы, ну, будут, вот как мы сейчас на каннибал смотрим, да, ну, хочешь в Африке, там, ешь кого-то, вот как, я не знаю, у нас проблемы, да, там, с Востоком. Потому что они себя утверждают в той форме, в которой мы давно уже себя не утверждаем здесь. И смотрим на них как на очень странных людей. Они на нас смотрят, но в целом, как бы... А кто мемы создаёт? Мемы кто создаёт? Они сами, они сами, в принципе, да. А не может ли быть, что те вот самые индивидуалы, это и есть ребята, которые создают мемы новые? Ну, он говорит, что на самом деле мемы нового времени будут создавать те люди, которые будут понимать, как бы... Ну, вот он сам, разве не создаёт новые мемы? А, он ещё раз говорит, что люди, которые будут держаться за индивидуализм, не смогут создать эффективных мемов. Их смогут создать те люди, которые понимают, ну, вот, относительность собственного «я». Он об этом говорит. Вот это не очень понятно, но это не важно. Он говорит... Нет, он говорит, что... Ну, мемы образуются с восхитивным этапом. Сейчас, сейчас, в предыдущий раз я говорю, да. Мемы в этом контексте, естественно, они сами, да. Но их источником будут... То, что, вот, я говорю, нитократы. Нитократы. То есть, люди, вышедшие из-под, вот, вот, вот этого рабского... Рабской попытки собрать невозможное целое, да. То есть, как бы, декларируя все, как я. То есть, там у него есть противоречия. То есть, например, на мой взгляд, то, что если, ну, условно, дать ход всем этим мемам, и они... Он там указывает, но не разрешает эту проблему. Хотя, я говорю, это ключевая проблема. Когда мемы между собой не, ну, как бы, не очень взаимодействуют, да. Не составляют единый ансамбль, а составляют очень противоречивый ансамбль, да. То есть, человек начинает, ну, не знаю, пошел туда, пошел сюда и никуда не пришел. Он это, вот, обозначил, как проблему, но не стал ее рассматривать. Так, какую-то попытку вычистить эти мемы. Может быть, я что-то там не увидел. Но он еще раз говорит, что вы можете жить, как хотите. Но сейчас, в связи вот с этим, с сетевой моей быстрой коммуникацией, успешными людьми нового времени будут те, кто, прежде всего, выйдет из парадигмы, или индивидуализма, и будет четко рефлексировать все свои личности, и не пытаться их, ну, как бы, силой спихнуть, да, а понимать, когда можно проявить одну, когда другую. Да, но с другой стороны, это совершенно непонятно, что именно эти люди будут иметь. А, вот, он говорит, что, ну, еще раз, там, значит, некоторые вещи не столь логичны, допустим, или я, опять-таки, не увидел логики, и он говорил, что в чем будет сила, да, вот в этот период, в том, что эти люди способны будут, дефицит будет в хороших индивидуальностях, в хороших, как бы, ну, образах. И вот эти люди, они будут заниматься производством индивидуальностей для других, то есть будут производители индивидуальности, не производители товаров, производители индивидуальностей. То есть это будут некие философы, да, философы нового времени. А может быть лучше сказать не про индивидуальности, а про картины мира под чужие индивидуальности? Я думаю, что у него употреблено индивидуальности, я думаю, что если бы говорили о картинах мира, он бы скорее всего согласился. Я думаю, что это некие синонимичные у него. Но он говорит, что из-за того, что производство будет обильное, то будет потребность в некой манифестации себя. И будут люди, которые будут эти манифестации придумывать для других, создавать. И будут те, кто будут просто брать готовое, допяливать на себя, и они будут потребителями нового времени, тупыми потребителями. Но тут сразу же я вижу противоречия, потому что чем сильнее индивидуальности, точнее индивидуализация, тем меньше мобильность этого. Но, грубо говоря, мне нужно на 140 миллионов создать мемо, чтобы все тут спокойнее сидели и занимались своим. Значит, если я создаю 140 мемов картин мира, и каждому мы отраживляем, то один мем будет на каждого. Индивидуальность старого времени – это национальность или раса. Одна на всех. Идентичность. Да, идентичность. Идентичность. Ну, глупая идентичность. Там, я так понимаю, все-таки в его контексте они будут более сложные, не такие примитивные все. Конечно. Да, это понятно, что… Научный сотрудник. Научный сотрудник. Это идентичность советского периода созданная. Многие людей купились на это. И потом были разочарованы этой идентичности. Да, идентичности, конечно. И он говорит, что их можно будет покупать. И лучше несколько. Да, покупать такие деньги. За это мы покупаем BMW, если покупаем не машину, а идентичность. Да, да, да. Вот об этом и речь. То есть, на самом деле, там очень много здравых вещей, что мне показалось, излишняя категоричность не стали. Ну, это понятно, из-за необходимости быть популярным. Не-не-не, это из-за необходимости быть властным. Потому что, как бы, после нишек почему-то все хотят быть вот этими глашатами. А ему-то понятно, он был лидером такой группы, которую полмира слушали. И ему ли не понимать, как возникают фанаты. Ну, хорошо. А если вот его же методологию... Сергей, а вы уже закончили? Физфакт? Нет, я хочу сейчас... Нет, я хочу закончить. Да. Я хочу найти это самое... Вы можете как бы говорить, я просто я пока параллельный. Я хочу найти очень интересный абсц, который я хотел прочитать. А вот я скажу, методологию приложить к самому. Вот, по-моему, вот этому... К самому концепту, не человеку, а к концепту, да? Которому самому методологию. Не видно, я тут опять что-то противоречие. А кто, собственно, заказал-то по распространению этого мема? Вот это, этот концепт, как мем. Вот я, допустим, был свидетелем его начала. Это середина 70-х годов. Смею вас уверить, что те специалисты, которые занимались фаспазонами, А Долкинс, на самом деле, там и послушали. Более того, все эти идеи, не то что на каждом симпозиуме проговаривались, да? Там, ну, если не на самом симпозиуме, то после, да? За чашкой, там, кофе или за бокалами или вина. Очевидно, абсолютно были. Ну, как это? Вдруг предыдущий ген. Сразу же упоминается даром. Ну, все вилонки, все понимают. Идея-то примитивная. Примитивная идея. Более того, я знаю, по крайней мере, две статьи. Где-то мы, где это как бы полушутья в языкаши. Это высказывалось, где-то 73-74 год. Что-то так. А Долкинс ездил там. Он был, участвовал. Тогда он был один человек. А потом на этом сделал, он написал книжку. Сделал, написал. И сделал карьеру себе на ней. Ну, хорошо. Это здорово. Это американский фуд. Да, он сделал, сделал себе на эту карьеру. Вот подобный подход, редукционизм и возможен. Это все честно. Ну, это сейчас, на самом деле, распространяется. Да, это обычная идея. Нет, это распространяйте еще раз. В его понимании мем, да? То есть идея, которая является... Я не услышал. А тем более... Он не пытался новое сказать. Просто карьеру интересен пример само редукционизма. Но здесь надо тоже понимать, что он игнорирует. Он, например, думает, что наши личности нет, что он считает, что свободы нет. Вот чего такого нет? Сейчас, сейчас. Вот я сейчас... Он считает, что еще личности нет. Он еще не просто считает, что личности нет. Неправильно трактуешь. Он говорит о том, что личностей много. Он говорит... Он говорит... Откуда у тебя такой категорический вопрос? Ну, я потом слушаю. Ты слушаешь? А я посмотрел, он полностью ссылается на Делезе. И что? Ну, потому что вся система взята именно в этой части. Сейчас, дайте я вот еще кусочек прочитаю, подождите. Вот тоже мне показалось интересно. Значит, в культуре, насыщенной коммуникацией, мозг учится, как... Клак, он на какой-то слайд указывает, значит... Относится? Нет, это другой какой-то. Значит, относиться к окружающей медиасреде, так же серьезно, как к окружающей медиасреде, так же серьезно, как к гравитации или к трению. То есть воспринимать ее как реальность. Окружающую медиасреду. И, соответственно, учится соответствующе реагировать. И при более сложном исследовании большинство того, что мы обычно воспринимаем, как наши ментальные качества, значит, вместо этого оказываются общими... То, что мы воспринимаем, как наши собственные ментальные качества, оказываются общими характеристиками в той системе, в которой мы живем, и просто пропускаем через себя. И, соответственно, граница между сознанием и окружающим сознанием, объектами, стимулами, она очень нечетка. Ну и говорит, что некоторые вопросы, это он очень часто уже позиция, не имеют ответа, потому что они всего лишь псевдовопросы и базируются на матрице, на вымышленных предположениях. Но в этом состоит редукционизм, что и те вопросы, которые им не может ответить, они просто нет. Да, регионируют постоянно, да. То есть это уже очень сильно. Мы вспомним это замечательное Волошинское наблюдение за тем, что паровоз породил кочегаров, и вся аристократия того времени одевалась как кочегар. Черный костюм и высокий ценин. Здесь же примерно то же самое. То есть нельзя не согласиться. Какой-то свою форму одежду породил, собственный вид и собственную форму редукционизма. Это очень важно. И поэтому, как ни странно, он описывает новую форму тоталитаризма. Согласитесь? Конечно. И хочется спросить, кому это выгодно? Кому выгодно распространение этих проблем? А они... Они... Понарастающе это происходит в последние годы. Они сказали, что не кому то, что выгодно, а то, что эта система развивается, в этом ее всем... Мне как раз показалось, что в целом, вот в книжках, то есть насчет гитократии, он скорее всего правильно сказал, но большинство воспримет, вторичность, по отношению к окружению, к мемам. И это очень хороший, на самом деле, вирус очередной, такой, для подготовки широкой массы населения к тому, чтобы быть качественно зазомпированными. Нет. Ну, действительно. Вот с точки зрения картина мира, давайте... Если таких книжек станет все больше и больше, они кофига. Да. Ну, я говорю, вот по нарастающей, если их станет все больше и больше, и они будут написаны убедительно, в достаточной мере, то вот возникнет такое масса, а уже дофига представления. Да? Да. А вот... Ну, раньше говорили, а до этого было... Он же прав, что на самом деле человек, успокоившись, восприняв это все, успокоившись, он сможет и будет думать именно так. Да. Но то, что... На самом деле, пока не появится паровоз тренок. Вот, сколько появляется паровоз тренок, то он сразу же, но возникнет новая форма редукционизма. Я вот скажу, что здесь по поводу тоталитаризма. Как раз у Делюза, на самом деле, у него там возникает тема стратегии ускользания из-под кодов. У него там речь идет не о мемах, а о кодах. Дело в том, что есть, как бы, какая-то кодированность, есть некого рода территория, в которую мы включены и вписаны, да. И вот вопрос, как бы, освобождения человека, да, и революционности, состоит в том, каким образом, на самом деле, вот, лавировать, да, и достигнуть территорий, каких-то других территорий невиданных, да, и, как бы, ускользать от кодов. То есть, коды же... Это вот... Талитаризм как раз и связан с тем, что вот все, что мы совершаем, все, что с нами происходит, оно уже кодировано, да. Оно как-то связано. Оно нас детерминирует. Вот ускользание из-под кодов, вот, и это есть стратегия, как бы, освобождение. Ну, Стас, только объясните, в чем здесь стратегия? В чем стратегия? Как это можно сказать? Ну, вот, например, вот вы сейчас... Сейчас была описана некоторая картина мира. Чтобы для того, чтобы ускользнуть из-под этой картины мира, надо понять, на самом деле, в чем состоит ее... Находится ее несостоятельность, да, в частности. Например, если брать просто естественный язык, но в естественном языке, допустим, прописано наше поведение, как мы действуем, да, и все описывается этим языком. Если ты начинаешь действовать таким способом, что естественный язык не может тебе понять, а не может тебя описать, ты от него и ускользаешь. И так далее. И так по каждому, по каждому пункту. Это не новинная точка. Вот я сейчас нашел кусочек, который я хотел прочитать. Дело в том, что самое важное, это... В тоталитаризме самый важный это именно способ, что ты... все, что ты совершаешь, все, что ты делаешь, описывается. Описывается или нет? Да. Так вот, если ты делаешь значит такое, что не описывается, что не описывается... А, в смысле вообще не в языке, а в этом языке. Ну да. Что выходишь из системы, да? Да. То есть выговариваешь средства, а не из системы. Да, да, да. Рисуешь себе свой металитаризм. Ну непонятно. Сейчас вот я хочу... Значит тут... Вот глава, посвященная тому, что нету эго. Это миф. Тоже, как он постоянно говорит, каштезианский миф. Вот кусочек, который я хотел почитать. Но тоже, можно его по-разному переосмыслить, хотя вот вы поймете, что он... Да. Значит, целостная идея относительно командующего эго, которая... ну здесь делает себя... ну модифестирует, да, делает себя известным другим через решительность и через способность выбрать те действия, которые мы, значит, выполняем. в том, что есть предположение, что есть эго, которое себя манифестирует через свои какие-то действия, то есть свободу, волю и проявляет себя. значит, и если... ну вот он тут говорит о том, что... кто смотрящий, мы тогда войдем в циклическое наблюдение, из которого не будет выхода. и... это подразумевает, что мы выбираем игнорировать тот факт, что при более тщательном рассмотрении нету... ну как бы существенного содержания вот в этом вот решении, да, в решительности, в принятии решения, которому мы придаем столь много значения, которое, собственно, и по нашему представлению является выражением я. и... значит, и что его нет? вот сейчас... очень легко приставить следующие сценарии. значит, случайно вы встретились с мужчиной или женщиной, о котором вы мечтали несколько недель. в лифте, например, он или она так случилось, что они вошли в тот же самый момент, когда вы меньше всего ожидали этого. и... тут вы стоите оба только вдвоем, вместе. очень близко, один напротив другого, рядом, напротив зеркала. ваши глаза взумлении застыли. и руки тоже, да. вы очень настроены конкретно как-то себя проявить или предложить привлекательную улыбку партнеру, и вы совсем не хотите ну, как бы раскрыть себя и показать, насколько сильно волнуетесь в этот момент. раскрыть себе это раздеться. но в тот момент, когда ваши глаза встретились по-настоящему, внутри, да ничего не взял, сила ваших чувств унесла, ну, как бы снесла крышу, пересилила вас, и вы начали говорить громко и смущенно какую-то ерунду, и ваша улыбка совершенно не здесь, и совершенно не расслаблена, совсем не такая, как вы хотели. и когда лифт, в конце концов, достиг того этажа, вы в шоке, смущен, потеря. То есть, вы с ожиданиями удачей. В любом случае, именно трактат. Ну, и теперь, вот именно в этой ситуации, вы можете задать себе очень хороший вопрос. Есть ли сила, или то, что вы подразумеваете под силой влияния с собой, и того, что кто-то вам дает приказы, она вообще имеет место. Что же произошло? Что мы делаем здесь? И почему так вышло? И это как раз то, что Стивен Джонсон называет модульное несогласие в его книге «Широко открытый ум» разница мнений разных модулей кластеров нейронов относительно того, как себя надо было вести. и вот это несогласие приводит на самом деле попробуйте подискутировать с данной ситуацией, то есть там можно на всякую ерунду, и то, что, кстати, Булат начал это комментировать, как раз говорит о том, что ему такая ситуация знакома. Но очень характерный пример того, что да, видимо, она не только ему знакома, что есть противоречивые модули, которые и когда мы говорим «я», а кто в данной ситуации взял власть, да, вот он прав в этом. Я согласен, что там есть такое вот редуцирование, то есть он слишком... Да, он просто отказывается полностью в этом осуждении полностью отказывается от кротезианского субъекта, потому что с кротезианским субъектом здесь ничего не произошло. Ну вот ничего с ним не случилось. Потому что он там потел, смотрел, в зеркало встречался глазами, кротезианский субъект не является личностью. Картезианский субъект не является личностью. Картезианский субъект это чистое метафизическое существо. Вообще непонятно, к чему пришивать. Нет, он это непонятно. Картезианский субъект он тоже откровен. А мы говорим о каких-то субъектах психологических. Понимаешь? Это тот самый я, который в целом приходится соглашаться. А кротезианский субъект понятно здесь нет. Да его же нигде нет. Ну так, кротезианский субъект это метафизическая конструкция. Только. А как же, прошу прощения, трансцентальная синтеза перцепции? Транцентальная синтеза перцепции это просто самосознание. Я не вижу никакого. Во-первых, никто никогда, по-моему, субъект не представлял как некая точка. Это действительно некая абстракция. Ну, она достаточно пустая. Она пустая сама. То есть, смотри, субъект никогда не представлялся как точка. Здесь, как бы, она вполне может быть представима, как... Еще раз, ребят, давайте как бы поймем, откуда здесь ход. Движение точек по сфере. Ты понимаешь, все равно будет отход здесь снизу. Я, Игорь, можно, я выскажу просто, в чем ход-то состоит? Я-то просто, есть два хода. Можно сверху двигаться, взять от самосознания и пытаться потом его куда-то там вниз куда-то прилепить. Вот этот вопрос за низ не находится. Его нет просто. Кроме того, что сказать, что есть самосознание, больше сказать ничего нельзя. А может снизу двигаться. Вот есть тело, да, на самом деле. И в нашем теле много разных функций. В том числе и функции сознания себя. Так вот, как раз здесь и результат того, что двигаются снизу, понимаешь, а не сверху. Так дело в том, что точно так же в картизации в субъекте проблема. А как прицепить его к телу? Как его к телу прицепить? А потому что он решает другие вопросы, например, вопрос бытия. Я понимаю, что он решает. Тут как раз... А здесь, пап, это не важно. Подожди, подожди. Я нигде вообще не не знаю. Вообще, если так посмотреть, это материалистическая скорее консенсия, правильно? А ты говоришь, а почему она такая материалистическая? Потому что, я говорю, исходит из реальности. Вот в реальности есть наше тело, оно как-то функционирует. Как к нему сюда пришить какого-то субъекта твоего картизации? Никак. Даже бы я сказал, нету не реальности какой-то, а именно биологической реальности. То есть, вот есть современный паровоз, паровоз 2.0, и теперь на основании этого паровоза... Да это немножко не так. Это уже, ты уже еще более редукцию делаешь и того редукционизма, который... Вторая редукция уже делаешь. Что здесь, на мой взгляд, является существенным? А существенным здесь является следующая позиция. Позиция, скорее, я бы его назвал не кратезианским субъектом критика, а кратезианским субъектом Нишанского. И что такое главное оказалось на мой взгляд в концепции Нильша, что он на него приносил? А именно то, что он сказал, что наши желания или наши воли предшествуют нашим поступкам. Кто сказал это? Ну Нильш. Точкой зрения. Мне это ни при чем здесь Нильш вообще... Ну ладно, возьми Нильш. Нильш вообще сказал, что воля это специфический эффект. У него даже воли нет, понимаешь? Это специфический эффект. Хорошо, возьмем давай в кавычки. То есть у тебя есть некоторое... Многих сил, которые сливаются в некое... В одном. У тебя есть некое первоначальное желание, а потом я уже себе придумываю оправдание. Чего это я туда хочу пойти? И зачем мне туда нужно? То есть сначала я желание, а потом... То есть мы сейчас психологией, что ли, займемся? Это же на самом деле. Да, да, да. Именно психологией. А чем еще? А чем еще? Чалбас, кстати. Да. Это вот такая позиция. И когда мы берем на себе такое представление субъекта, аспектную на волю и на желание, мы видим, что у него нету такого модуса, как единство. Он не является единственным. Но это просто анафронизм, на самом деле. Ты успеешь утверждать, что субъект все-таки один, да? Ты утверждаешь? Да, конечно. Нет, нет. Просто это почти общее место на самом деле, что субъекта, по крайней мере, два. Во-первых, твой субъект самосознающий, а во-вторых, твое бессознательное. Хорошо. Ну вот, а я-то как раз утверждаю, что несмотря на попытки, всевозможных водоредукционистов, критиковать такие понятия, как бытие, такие понятия, как субъект, такие... Ты все равно останешься верен и дискотные догматики. Все равно, да? Да, я буду не считать их мемами, буду полагать, что всего лишь критика редукционизма, она основана не на том, что она их каким-то образом объясняет или уничтожает, а в том, что мысль, что она их просто-напросто пытается игнорировать. Будет паровоз 3.0 или будет паровоз 4.0, у нас вселенная будет более сложная. То есть, если я атеисты игнорирую, что Бог Троица, то это на самом деле проблема атеистов, да? Да, конечно. А на самом деле Бог Троица? У тебя так же это, потому что... Читарица, Читарица. Не, если субъект почему-то картизианский, а другие говорят, что вообще-то его никуда не пришить, а мы хотим заниматься реальными вещами, то это проблема вот их, да. Они должны были бы его пришить, но они не могут. То есть, сначала философы придумают какие-то существа, а потом другие люди не знают, что с этими существами делать. Придумывай, придумывай. Потому что если у тебя в руках чистая механическая картинка мира, основанная на колесиках, шариках и всевозможного рода простых вещах, с понятием свободы, ты никогда не используешься человеческой. Ты будешь сто раз говорить, что ее нет, 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 мы всего лишь механизм, механизм, механизм. Но из этого не следует, что человек не свободен. Не, ну ты просто тему взял и сменил. Я же не об этом говорю. А я с самого начала говорю об этом. А я говорю про субъект. Про субъект. И точно так же и касается и субъект. И точно так же касается такой важной категории, которой философия занимается, как бытие. Вот психология, она бытием не занимается, потому что это не ее проблема. Она вот этими сами шариками и крючочками, которые задолго зацепляются и образуется, ну уже с полифонией нашей личности, как бы сказал. Психология занимается теологией? Нет. А математикой? Нет. Ну а что тогда? Просто интересный какой-то подход на самом деле. Психология плоха тем, что она не занимается бытием. Давайте выбросим психологию в мусорное ведро. Вот интересный подход, конечно. Да. И с той поры, как только ребята уехали с конференции по биологии, и вместо этого они приехали на уровень научно-наприллярной книжки, то они тоже на основании этой самой биологии, которую они там подчеркнули, начинают заниматься теологией. И занимаются. Нормально. А чем у тебя не теологическая система? Вот. Ну а вот что такое? Ну да. МЭМ тебе рассказали. Ну в общем да. Способ объяснить бытием. Да, да. МЭМ. Вот такое источие мы, которое постоянно себя друг другу воспроизводят. Ну а такое и есть. И как-будто они с этой ситуацией как-будто справились. И как-будто антологическое показательство. Я вижу противоречие в самой сути. Понимаешь, вот этот концепт, он предполагает множественность. А сам говорит по сравнению с этим доминированием. Вот в чем противоречие. И с этим я согласен. Он там еще раз, вот как бы несколько таких у него рекурренций, что он говорит, что я не могу сказать, что это хорошо, плохо. Он говорит, что вот в сложившейся ситуации ближайшего будущего вот такая философия возобладает. Да. То есть не важно, кто ты есть на самом деле. Важно, что у тебя есть БМВ. Ну вот, да. Это, он говорит, для потребителей вот этой вот идентичности. А им это большая июзия, что… Еще раз. Проблему вы неправильно ставите, мне кажется. Не потребительская система тем, кто будет… Еще раз. Проблема-то состоит не в том, что возобладает какая-то одна или другая система. Проблема состоит в том, что таких систем будет много разных. Будет у этой системы, которую Игорь будет исповедовать, там, что Декарта, он свят, как бы, нельзя его, как бы, там, в нем сомневаться, там. Будет исповедоваться и такая система, что почему-то Александр Барт, там, именно он правильно говорит, или там Докинс, или Третий Десят. Их будет много. Не будет никакой одной никакой. Я вижу, на самом деле. И он будет конкурировать, подождите, и он будет конкурировать, и та выиграет, которая себя сможет воспроизвести. Я хочу свести два сегодняшних доклада, значит, автор утверждает, что эта система в будущем будет доминировать. В то же время она утверждает множественность различных, ну, как пример, да. В целом, мы можем записать, как такое утверждение, что данная система взглядов не доминирует. А, нет. Нет ничего доминирующего. То есть, когда она станет доминирующей, она будет утверждать, что нет ничего доминирующего. Вот. То же самое противоречие. Но она-то себя позиционирует, как метод. Который и альфметик. К сожалению, она себя методом. Да нет, любая система, которая стремится к тому, чтобы быть мегасистемой. Это и есть воля к власти. Сейчас, 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 сейчас. Будешь, она не может достигнуть этого состояния. Я, все-таки, очень бы хотел вернуть к тому, вот, ну, без, может быть, его крайностей, да, к тому, что он обращает внимание на то, что исходные точки желаний, да, исходные точки желаний и исходные точки идей. Что, опять, ну, не его-не его, он хорошо с этим и делал, что найти... То есть, вот одна из... Вот, буквально, я читал достаточно несколько лет назад, тогда была свежая система, и у нас тут на психологии в факультете... Ведь вы думаете, вот мы тут сейчас сидим, все это вот такие, это самое, собрались, вроде все известно. У нас тут есть замечательный факультет психологии, который там толдычит вообще, в завкафедре пишут книжки о сознаниях. Абсолютно просто ужасные. И попытка с ними говорить, она приводит, ну, просто к тому, что они могут сказать, что иди отсюда, и не о чем нам тут разговаривать, да. Которые говорят там о концепции, и пытаются поймать сознание, ну, совершенно идиотскими способами, да. Ведь до сих пор неизвестно, что такое сознание. Никто не знает. Нету этой концепции. Они пытаются строить концепции, которые выглядят... Ну, надо считать, мне сложно сказать, да, плохие слова подобрать к этому. И вот такой подход... Я примерно вот с таким подходом хотел тогда туда прийти, и я понимал, что я просто не буду услышан. А ведь на самом деле, о чем тут говорится? Что вот сознание, как целостность, это некая манифестация всего лишь, да. То есть, идет сложный процесс, который каждый раз себя всего лишь заявляет. Это я. Это удобный способ, ну, как бы, вот этому процессу избежать самоанализа на самом деле. И вот, на мой взгляд, вот это вот рациональное зерно отсюда и следует вынести. То есть, так же, как вот мы говорим, мы – страна, мы – народ России, да, вот президент там заявляет. Манифестация субъекта – это способ записи, на самом деле. Он просто как бы выявляется, чтобы все, что происходит, как-то записывать и как-то упорядочить. Ну, примерно, да. То есть, она имеет дескриптивную функцию. То есть, это, как бы, такая мани-дескриптивная машина субъектом. Причем ее тоже нет, да, это некая, как бы, иллюзия. Ну, да. Все же, вот я бы, я хочу, позвольте еще раз повторить, позвольте, мне кажется, это чрезвычайно забавно. Вот вернуться к теореме Гёделя, я повторяю, что там, она основана на следующем, что там выводится некоторая формула, записывается там под номером N, и она звучит так – эта формула невыводима. Это в теореме Гёделя. Под номером N существует запись. Формула N невыводима. Вот. Что мы имеем здесь? Полная параллель. В реальности, в конце концов, автор утверждает, что мы пройдем к ситуации, когда будет доминировать эта теория, в реальности, будет такая запись, в реальности, что эта теория будет доминировать, которая провозглашает, что нет ничего доминирующего, не может быть ничего доминирующего. Явное противоречие. Как это противоречие разрешается в арифметике и то же время Марса. Значит, вот это истина. С точки зрения метро-языка, это истина. Нет ничего доминирующего. Или эта формула невыводима. И мы это считаем аксионом. Она полагается, вот это противоречие вновь, которое появляется. Ко в чем противоречие-то? Ну, если, допустим, релятивизм абсолютный, да, утверждает, что любая, как бы, система не является истинной, а является относительной. То в чем тут противоречие? Что нет абсолютной системы, что любая система, философия влияет в на 책 процедуов, но тем не менее, как бы της истины. Релятивизм? Тут действительно есть абсолютное заключение, что нет никакой абсолютной истины. Но в реальности мы не можем утверждать что… В реальности можно утверждать что есть абсолютная истина? Это совершенно другая ситуация. В реальности доминировая система, которая утверждает, что нет ничего доминирующего. Это явно противоречит. Да, но он-то настаивает о том, что его утверждение это мета-система опасного мета-система. Нет. Как ни странно, идея Бога, например, построить мем, а его система... Нет, все такие системы всегда утверждают, что здесь много таких разных систем. Потому и мемы понимают, что их много. Не один мем, а много. Но надо про себя говорить, что она не мем. Вот в чем дело. Пора вот это? Нет, про это он спокойно так говорит. Мем, конечно, может. Хорошо. Ну ладно, мем тогда. Сдана не говорит ничего. Просто один из моих. Просто я хочу заметить, что эта система, помимо всего прочего, она еще антисоентистская принципиально. Какая? Антисоентистская. То есть антинаучная. Почему? Если она базируется на том, что ей будет сеть, что она будет развиваться... Как-то наоборот. Потому что все-таки... Бейс Доукерс вырос из молекулярной герой. И тем не менее, наука полагает, что в настоящий момент, что есть некие правильные и истинные утверждения о реальности. У него их нет. У них вот такая разновидность мема просто. Да, нет. Он не то чтобы... Ну как бы да. Разновидность мема, а разновидность представлений. Да, да, да. А наука? Они сказали научный язык тоже считать оправданным. Да, да, да. Вот она и говорит, что... Вот эта система и говорит, что... Это один из разновидностей языков. Ну это релятивизм. Знаем релятивизм? Ну это же не так. Ну там не так-то. Ну это все индийские народы на картины мира. Религиозный щенок тебе скажет, что научный из этой ерунда. Вот сейчас я скажу. Он там говорит так, что... Ну как бы... Во-первых, он часто объединяет. Ну это вот как в антовой механике говорит, да? То есть там и частицы, и волна. Ну что, не надо разделять, а надо объединять. И как бы нам сложно с нашими сформировавшимися в... Ну вот если мы при людей неестественной природы, мы эти конструкции пытаемся переводить на реальности другого порядка. То есть там допустим на микромеры. Нам сложно просто осознать. Мы пытаемся какой-то язык создать. А второе, он говорит, что в целом надо понимать просто... Ну что реальность от нас настолько скрыта, что мы никогда не докопаемся до ее истинной природы. Да. А мы создаем конструкты какие-то, концепции, пока они работают. Она тоже работает. Да, мы их придерживаемся. А истинной причиной... Я вот этот подход, знаете, называется сиентистской. Потому что наука верит, и это действительно может показать, что это так, что она ищет некую... Так вот, хорошо слово «верит». Это верит, это хороший. Как раз это и есть мем. Там где верит, там мема. Вот он это и говорит. Это еще одна разновидность мема. И там мема. Но он может быть где-то не прилижать. Он говорит, есть работающий конструктор. А для тебя, для которого Декарт свят, еще святый, я помню, Ньютон, Эйнштейн и все другие физики. Это понятно. Да. Да. То есть, ну это повозь. И целый иконостас. Целый иконостас. Правильно? Правильно. Целый иконостас. И как раз... Потому что подтверждает, я же тебе рассказывал. Много теорий можно... Много теорий можно построить на базе одних и тех же экспериментов. Сколько уже ответил? Нет, нет. Для этого не нас все. Он как раз был состоял в том, что научное мировоззрение не является одной из мировоззрений в ряду многих. Это правильное мировоззрение. А, скажем, религиозное или религиозное? То есть, у них есть истина мировоззрения. Это научное мировоззрение? То есть научная картина мира есть истина? Да, да, да. То есть, Марс это как бы построенный? А он говорит, что это просто работающая модель. И Кант, и Марс все поставлены. Антисиантийская, но мало того, что надо... То есть есть истинная вера, истинная религия, это наука. Понимание в науке все же, а о митологии в науке серьезно люди представляют 20 лет назад, по-моему. Мне-то и смешно, что как будто бы Аркатоши, как будто бы Никона ничего кому-то бы не считал. Все эти люди, они, между прочим, я просто, потому что не помню, что... Нет, а представьте, вот сейчас я в этом ключе, а представьте, что вдруг нашелся какой-то способ выяснить, что мы реально в матрице. То есть в матрице такой вот, как в кино. И это не отменит того, что все, допустим, расчеты научные не верны. Они будут работать, будут работающие модели. Но это при этом полностью перевернет парадигму. Он примерно об этом хочет сказать.